для начала вязания наших следков нам надо будет связать вот такую вот деталь вернее надо связать такую деталь для того чтобы получились наши следочки что нужно знать для того чтобы набрать количество петель и так количество петель которые будут будут набираться на спицу будет зависеть вот эта вот часть то есть высота слитка это середина стопы это высота слитка вот это вот основная часть которая вязана серой нитью она вяжется до того момента где начинается убавка для мыска то есть примерно до косточки если нашу стопу возьмете на стопе есть косточка от большого пальца не доходя примерно одного сантиметра будем показывать на пальцах значит вот это вот длина стопы вот эта вот серая часть до того как убавление для мыска она вяжется до большого пальца до косточки большого пальчика примерно где-то на сантиметр затем идут убавления то есть укороченные ряды провязывается основная часть затем опять укороченные ряды и выходим уже на финишную прямую чтобы заканчивать остальную половину нашего следка и так я вижу пряжи alize bursim classic это 100 граммовый моток в нем содержится 210 метров соответственно спица три с половиной немножко желтой пряжи для красоты то есть для этого мысочка и так для размера 36 37 я этой пряжей серый пряжей буду набирать 20 петель многие спрашивают сколько петель надо бирать какая высота ну я примерно говорю в основном может быть у вас какая-то будет другая пряжа но имейте ввиду что количество набранных ваших петель это будет высота вашего следочка от середины подошвы до щиколотки вот это вот высота так как следки две половины они будут потом соединены вместе вам нужно две спицы счетчик рядов ножницы там иголка с ниткой это уже второстепенно главное две пары спиц и счетчик рядов и так набираю 20 петель на спицу самым простым способом вам Посчитаем 10 по 2, 20, закрепляем ниточку, берем счетчик рядов, ставим на единичку и пошли вязать. Можно вязать все лицевыми петлями, то есть по лицевой стороне и по изнаночной стороне можно вязать лицевыми петлями, тоже получится такая гладь. Можно вязать на лицевой и на изнаночной стороне изнаночными петлями, тоже получится такая же вязка. Можно вязать тремя способами, то есть, допустим, берется как бы лицевая, но снизу подхватывая нитка, получается это классическая лицевая петля, она тоже дает изнаночную гладь. В общем, девчонки, вяжите так, как вам удобно, как вы считаете нужным, на ту высоту, которую вам необходимо. Во время вязания можно просто прикладывать следочек к ноге или сантиметром замерять. И когда вы видите, что вам длина вашего следка достаточно, значит, начнем делать убавление и вязать мысочек нашего следочка. Первый ряд провязали. Опять счетчик рядов. Первую кромочную снимаю нить перед работой и опять вяжу тем же самым образом. За заднюю стенку накидываю нитку снизу на спицу и провязываю. Это и есть изнаночная гладь. Мне таким способом вязать легко. Можете просто лицевыми и изнаночными петлями, то есть на лицевой, лицевым, на изнаночной, изнаночной. Можно взять какие-то ниточки, какие-то придумать себе рисунки, каким-то жаккардом вязать. Тут дело не в этом. Дело в том, что просто я вам покажу принцип вязания таких следков. Последняя кромочная я ее провязываю за заднюю стенку простой лицевой петлей. Поворачиваю на следующую сторону. Вот видите, получается изнаночная гладь. Нажимаю счетчик рядов. Нить перед работой. Кромочная снимается. И опять все то же самое. Итак, я провязываю свои 50 рядов. И теперь запускаем в работу следующую пряжу. Отмечаем, что это лицевая сторона. Ну, примерно знаете на какой стороне. Берем следующую пряжу. Провязываем рядок до конца. Нитку вот так сзади перекручу, чтобы кончик не потерять. И провязываю до конца ряда, но не буду довязывать два ряда. То есть две петельки, извиняюсь. И так, не довязали две петли. Поворачиваем изделие. Накид. То есть делаем оборотный ряд. Накид. И провязываем эти оставшиеся 18 петель в обратную сторону. Ну, или там сколько у вас петель будет. Вяжем их в обратную сторону. Поворачиваем на лицевую сторону. Берем нашу основную пряжу. Первую петлю провязали. Здесь приходится провязывать, чтобы было не перехлёст. Провязали. Дальше опять вяжем конец левой спицы. Так, стоп. Я неправильно вяжу. Понравилось. Ошибка. Бывает. То есть вяжем классической лицевой петлей. Главное вовремя заметить свою ошибку. Вся пребывает. И так вяжем до конца левой спицы. Но не довязываем одну петельку. То есть смотрите. Вот это был накид. Вот это было последнее. Это предпоследнее. Предпоследнюю петлю я довязываю. Вот эту оставляю. Поворачиваю. И делаю опять укороченный ряд. То есть накид. И возвращаюсь в начало ряда. До конца. Поворачиваемся. На лицевую сторону. Берём опять. Жёлтую пряжу. Вот она как у меня лежала снизу. Так она у меня и идёт. Вот это вот сверху оставить. Повязываем опять петельки. Повязываем опять петельки. Опять не довязываю одну петельку. Вот это вот был накид. Вот это петелька. Мы её не провязываем. Поворачиваемся. Накид. И идём в эту сторону. Как вы понимаете, у нас сейчас идут неукороченные ряды. То есть не довязанные петли. То есть не довязанные петли. Мы же в конце вот здесь петли не довязываем. Здесь их провязываем. Получается как бы укороченные ряды. Недовязанными петельками. Возвращаемся на лицевую сторону. Берём нашу основную пряжу и опять вяжем петельку. Теперь получается, что в каждом ряду, в каждом лицевом ряду мы будем не довязывать по одной петле. Накид, поворачиваемся, делаем накид и вяжем в обратную сторону. Ещё раз. В каждом лицевом ряду будем не довязывать одну петельку. Поворачиваем на изнаночную, делаем накид, вяжем в эту сторону. Так я буду вязать укороченными рядами до тех пор, пока у меня в начале не останется 7 петель. Вот эти все петельки уходят в укороченные ряды. Я буду вязать до тех пор, пока у меня на спице не останется 7 петель. При этом чередую основную свою пряжу с жёлтой. У нас получатся вот такие вот короткие ряды. Вот это вот если мы это не увидим, то она вот так вот у нас будет. Спица будет лежать вот так. Я сейчас закончу свои ряды и покажу как это в действительности. Помню, что у меня получилось. Я закрыла петельки, вернее не закрыла, а вязала укороченными рядами. Здесь у меня осталось серой пряжей 7 петель. Вот. То же самое. Сейчас разложить она вот так будет. Посчитайте, если вы вяжете вторую половину, считайте, чтобы было одинаковое количество вот хотя бы вот этой жёлтой полосок. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь будем вязать дальше. Запуталось. Теперь мы будем соединять это всё в одну, всё в один ряд. Так как у нас здесь посередине идёт жёлтая пряжа, значит я беру жёлтую пряжу и вяжу все петли. При этом их можно ещё и пересчитывать, чтобы они было одинаковое количество. Вот смотрите, 6, вот здесь вот седьмая петля, вот этот накид не трогаем пока, седьмую провязываем. Теперь вот этот накид мы провязываем со следующей петелькой. Вот. Этот накид провязываем со следующей петлёй. Для того, чтобы нам закрывать вот эти дырки. Когда мы поворачиваем ряд, у нас может дырочка быть. И чтобы вот этой дырочки не было, этот вот накид провязываем с петлёй предыдущей. То есть та, которая следом идёт, не которая была, а которая вот следом. Вот этот накид остаётся и он провязывается со следующей петлёй. Конечно, немножко как бы будет неудобно, потому что там петля немножко перекрученная. Но вы не спешите, вы обязательно это сделаете. Вот так мы всё это провязываем, все петли в один ряд. Петли в один ряд. Перед камерой немножко неудобно. Вот. И так всё это провязываем до конца. Со своей задачей остался последний накид и вот последние две петли, которые мы не трогали. Одну петлю провязываем вместе с накидом и последнюю кромочную. Переворачиваем наизнанку. Получилось вполне прилично. Девочки, я думаю, что вы тоже справитесь. Вы же меня умницы и красавицы, я же знаю. И так, теперь всё вяжем в обратном направлении с той же любимой мною изнаночной гладью, то есть классическими лицевыми петлями. Господи, как я их выучила, они мне теперь так понравились, девчонки. Надеюсь, что вы тоже научитесь и вы их полюбите, кто ещё не умеет так вязать. Так, завязываем всё это до конца. Я когда сижу, просто ровно и руки у меня на коленях, да, передо мной. У меня вот эта вот вязка получается намного быстрее, чем вы сейчас это видите. Итак, мы с вами справились и соединили все накиды и вышли на прямую линию. Теперь я буду вязать вот эту часть, просто жёлтой пряжи. Столько у меня рядов. Так, немножко растягиваем свои изделия и считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть лицевых и шесть изнаночных. Получается 12 рядов. Скидываем свой счётчик рядов, ставим на единицу и вяжем 12 рядов. То есть туда-обратно, туда-обратно. Здесь всё, здесь всё просто. Итак, вяжем вот эту часть, вяжем свои ряды. Вот эти вот ряды, кстати, вы можете вязать побольше, не обязательно столько, сколько у меня. Если нога пошире, то есть вот эти пальцы, да, где будут, то можете их связать не шесть, допустим, лицевых, а восемь лицевых или десять. Общее количество рядов можете увеличить, то есть чтобы носок не был узковатый. Можно это количество увеличить. У меня маленький размер 35, поэтому я вяжу 12 рядов. Ряды наши готовы. Теперь будем вязать укороченные ряды только в обратном как бы направлении. Вот теперь отсюда-сюда вот так будем вязать. Беру свою основную пряжу. Так как мы здесь заканчивали 7 петель, здесь тоже самое провязываем 7 петель. 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваемся. Также так же накид делаем и вяжем в обратном направлении. Теперь меняем цвет пряжи. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот смотрите. Седьмая. А вот этот накид провязываем со следующей петлей. Поворачиваемся наизнанку. Опять делаем тоже самое. накид. И пошли в эту сторону. поменяли цвет нитки. И опять идем сюда же в левую сторону. опять последнюю петельку провязываем. накид вместе со следующей петлей. накидываем. Накидываем нитку. И вяжем. Так мы будем, вернее так вы будете. и так я вяжу все свои ряды до тех пор пока не выйдем на последние петли. В результате у вас получится вот такое вот красота. И опять мы выйдем на свои 20 петель на свои первоначальные петли. И дальше будем вязать остальные 50 рядов. 94 способность формировать и линию. Удимы 체кам. Нипит 와서 стрелять на свои клиенты. и поворачиваем теперь у меня остаются вот здесь в конце 2 желтые петельки 1 2 3 4 5 6 тоже желтых полос теперь уже все я беру основную свою пряжу желтая пряжа мне уже не нужно обрезаем убираем она мне не мешала беру свою основную пряжу кончик желтой пряжи перекручиваю и уже буду вязать все основной пряжей основной ниткой вот у меня здесь последняя петелька вместе с накидом до последнюю провязываем накид провязываю со следующей петлей и последняя 20 петля кромочная я вывязала все свои ряды беру щечек рядов ставлю ну нет надо сначала изнаночный ряд провязать изнаночный ряд провяжу а затем уже щечек рядов и буду вязать свои 50 рядов так все изнаночный ряд провязан теперь уже точно берем счетчик рядов ставлю отметку единичку и вяжу все свои 50 рядов для того чтобы было полотно было одинаково вот так итак ряды наши все провязаны теперь смотрите чтобы ваша нитка после закрытия петель осталось а вот на этой стороне то есть вот тут вот видите вот это вот мысок вот здесь вот надо сейчас отсюда закрыть сюда петли а потом это нитка обрезается и прошиваются швы и так закрываем все петельки первую провязываем вторую перекидываем перекидываем и так далее осталась последняя петля закрываем перекидываем теперь это нам уже не надо обрезаем нитку чуть чуть подлиньше берем иголку одеваем конец конец иглы пропускаем через петельку и затягиваем теперь складываю пополам изнаночной стороной вовнутрь то есть лицевая сторона наружу остается вот этот конец который от набора остался мы его сейчас просто спрячем чтоб он нам не мешал теперь будем прошивать складываю пополам вот так почему то чтобы наших швов не было видно вот сюда и под кромочную обратно до этой стороны под кромочную сюда с этой стороны обратно с этой стороны сюда с этой стороны обратно вот так мы все прошиваем до пяточки и потом здесь немножко другим способом пока здесь закроем так мы будем зашивать здесь таким образом прошиваем там где у нас были кромочные вот они вот они иголку завожу вот под одну кромочную и вот по вторую вытаскиваю вот так теперь иду на эту сторону здесь тоже самое под кромочную и под эту кромочную вытаскиваем на эту сторону переходим точно так же под кромочную на эту сторону и вот они кромочные наши вот вот есть понятно как это происходит вот кромочная петля вот так вот на эту сторону вот она получается В результате получается вот такой шов, как бы продолжение нашей изнаночной строки. Главное здесь делать, чтобы было все симметрично. И так все прошиваем. Вот до сюда. Вот здесь соединяем так, чтобы полоски совпадали. Вот таким образом. И вот здесь сделаем красивый мысок. Вот такой вот закругленный. Сейчас как это делать, сейчас я вам покажу. Сейчас я его тоже дошью до этого места. И дальше продолжим закрытие вот этого мысочка. До того места, где у нас носочек получается, сделаем так. Как бы наживулем. То есть вот так вокруг обшиваем полотно под петельки. Не сильно не затягиваем пока. Вот теперь, когда уже обшили вокруг, теперь уже можно спокойно затянуть. так, чтобы нитка не порвалась, конечно. И теперь уже закрепляем нитку. Вот так вот. Вот так вот. Носок так получается. Вводим его сюда. Здесь закрепляем. Все нитки, которые были лишние, тоже закрепляем. Закрепляем. Вот так. Теперь берем еще пряжу, обвязываем наши носочки. Крючок, ниточка, закрепляем и обвязываем столбиками. Под каждую кромочную петельку вяжу столбик без накида. Вы можете, конечно, обвязать так, как вы считаете нужным. Кончик сразу прячу, чтобы он не мешал. Вот так. Все. Обвязываем. Теперь свяжем небольшую цепочку из воздушных петель. Сделаем бантик. Делаем петельку. Берите крючок меньшего размера по диаметру пряжи. Тогда у вас цепочка бантик будет пожестче. И вяжем цепочку. Вяжем крючком. Вяжем крючком цепочку. Завязываем бантик. Завязываем бантик. Еще раз. вяжем крючком. Вяжем крючком. Вяжем крючком. Теперь берем иголку с ниткой и пришиваем. Наши следочки будут готовы. Вяжем крючком. Вяжем крючком. С удовольствием. Завязываем бантик.